Мудрость не всегда приходит с возрастом, бывает, что возраст приходит один. Вот как-то вот так говорил Жванецкий, и я думаю, что вот это его цитата, вот крылатые выражения применимы к ряду наших чиновников, которые забыли, что у них не возраста иногда, ну а про мудрость вообще забыли. Давайте сразу скажу, кто у нас в гостях. У нас в гостях Марк Гордиенко, это первое, и, наверное, главное на сегодняшний вечер за моей спиной, и там в кулуарах нашей студии нет наряда милиции, пока нет, я надеюсь, и не будет. Он освобожден, он вышел, не сбежал, и вот как-то вот так. Насколько все нормально, расскажет сам. Единственное, о чем я, конечно же, сейчас сожалею и скажу. Наш телефон прямого эфира, к сожалению, не работает. Не работает, вот так. 737-7310, вы его хорошо знаете, можно было бы позвонить, задать свои вопросы. Я, конечно же, рассчитывал, в том числе, на вашу активность. Знал, что много будет звонков. Не получается, пока не получается. Надеемся, что эта техническая неполадка будет устранена, и, естественно, к сожалению, не будет у нас связи с советником министра внутренних дел Украины Арсена Аваковым Антоном Герасченко. К сожалению, нет связи. Естественно, мы не можем с этого телефона набрать, позвонить и вывести звук в студию. Надеюсь, это временно, это действительно техническая неполадка. Ну, знаете, не хочу говорить о некой политической паранойи, она захлестнула, в том числе, часть нашего общества. Как-то так. Но, тем не менее, когда мы говорим о каких-то важных темах, что-то все ломается. То свет пропадает, то приехали с АТО, не можем вовремя рассказать. Тут Герденко выходит из тюрьмы или его освобождает. Он правильно сам сформулирует. Не могут к нему простые горожане дозвониться. Хотя в интернете сегодня, конечно, топовая тема, топовый герой. Мнения разные. С плюсом, с минусом. Нейтральные, равнодушные. Вплоть до того, что так ему и надо. Марк Герденко, гость нашей программы. Кстати, а те, кого касаются, потихонечку надо готовиться к частичной мобилизации. Все, заинтриговал. Добрый вечер, Марк. Добрый. Сегодня он добрый для вас на самом деле или все-таки не совсем? Почему сегодня? Конечно, добрый. На свободе всегда гораздо лучше находиться, чем не на свободе. Давайте так. Ощущения эмоций первые. Я не хочу спрашивать вас о хронологии событий, потому что, в принципе, сегодня уже в прессе довольно подробно описано. Чем били? Как били судью? Есть ли последствия? Почему так долго держали? Ну, вообще, вот. И прежде всего, конечно же, эмоции интересуют. Ну, вот я бы хотел сказать такую штуку. Вот я размышлял, как это правильно назвать, то, что произошло с нами вчера. И в частности, со мной. Я бы хотел это назвать следующим, что та судебно-правовая система, архитектором которой был преступный режим и одним из отцов-основателей, господин Кивалов, эта судебная система не арестовала меня, не задержала меня. Она меня... Я стал пленным гражданским активистом в боевых действиях на внутреннем фронте против вот этого чудовища. То есть я себя вот таким образом расценивал. Я попал в плен или попал в заложники, потому что настолько это все быстро происходило и настолько это происходило эффективно, ну, с их точки зрения, что я вспоминаю, как мы с вами много месяцев подряд пытались эту систему заставить работать, когда нужно было защищать Родину, чтобы не произошло Донецко-Луганского, славянского сценария. Она вообще не работала. Я вижу, как огромное количество людей годами пытаются добиться элементарной справедливости в этих же судах. И все это растягивается на годы. У нас вчера вместе с нами в суд пришли пострадавшие укладчики, и они рассказали те мытарства, где они судятся от 5 до 8 лет, и как сейчас тех негодяев, которые их обворовали, подводят под амнистию, эти же судьи. Вот этого же суда Чванкина. Чванкин у него? Еще фамилия такая. То есть человек соответствует своей фамилии. И это ужасно. То есть вот эти бедные женщины уже в возрасте, они рыдали, плакали, кричали, потому что у них их несчастные деньги, там у кого 20, у кого 30, у кого 40. Дети давали, там многие моряки. Они лишены этого, и сотни миллионов украдено, и этот суд им потакает. То есть мы все пленные, и мы все одновременно воины против вот этой системы. То есть мы должны выбрать или сдаться этой системе, или ее победить. Вот я предлагаю ее победить. Поэтому мы ее будем потихонечку бедить. А что происходит? Тут у нас сейчас идут разговоры, насколько эффективны наши действия, насколько они эффективны. С точки зрения закона, они, например, не очень эффективны. После вчерашних событий господин Чванкин будет продолжать оставаться судьей и председателем Киевского суда. Ну, пока еще, скажем, будет оставаться. Но он уже не будет оставаться мужчиной, в моем понимании. Потому что он как трус. Заперся в своем кабинете. Побоялся встретиться с двумя активистами. Потом, для того, чтобы ему покинуть свой кабинет, было мобилизовано там 300 человек милиции. Это той самой милиции, которой сегодня в зоне АТО, по-моему, не хватает, да? Но мы в этом убеждались. Не хватает не только в зоне АТО, ее не хватает на улицах города, для того, чтобы какие-то правонарушения хоть как-то предупреждать. Потом был, как мне уже рассказывают, погашен свет. И он, переодевшись в милицейское платье, убежал вместе с работниками милиции. Подождите, он все-таки Чванкин или Керенский? Он, наверное, Чванкин, который мечтает быть Керенским. Я не знаю. Я, кстати, давайте сделаем так. Вы говорите тут смелый-несмелый. Я делаю официальное предложение председателю Киевского районного суда города Одессы. Приходите сюда в эту студию. Гарантирую, Гордиенко рядом с вами не будет. Буду я или Игорь Николаевич Покровский. Будем общаться, что же там произошло. Вообще, о люстрации судей хотелось поговорить. Подождите, мы должны четко... Или вы хотите тоже присутствовать? Ну, я бы хотел увидеть этого... Героя не вашего романа. Да, этого человека. Потому что, ну, это странно, когда он, забившись как крыса в своем кабинете, и когда ему говорят, ну, выйди, поговори, он говорит, я боюсь за свою личную безопасность. Какой же ты судья? Как ты можешь кого-то судить? Они отгородились от народа... Посмотрите в этом Киевском суде. Они отгородились от народа видеокамерами, полинепробиваемыми дверями. Возле дверей стоят молодые мальчики в виде этих стражей порядка. И все это для чего? Там ни режимный, ни секретный объект. А персона Чванкина мало кому интересна. Вообще. Я предполагаю, могу предполагать, что все это выстроено только для одной цели. Чтобы спокойно брать взятки, их нельзя было просто так схватить. Чтобы они могли сожрать эти деньги или спалить. Но, с другой стороны, официально это все объясняется тем, что, дескать, нужна безопасность судей, дабы, опять-таки, те же судьи выносили справедливые приговоры. Вы знаете, это как бы смешно, да? Ну, безопасность судей, им должна гарантировать их честная и порядочная работа. Вот когда судья себя ведет честно и порядочно, им нечего за свою жизнь беспокоиться. А когда он негодяй, то ему нужно поставить кучу дверей, кучу охраны и сделать законодательстве касту неприкасаемых судей, понимаете? Вот, все, мы, это отдельная чудовищная каста, она хуже, чем что угодно. То есть, пока мы эту касту не разрушим, пока мы не уберем вот эти законы, которые их охраняют, и членов их семьи. Понимаете, вы члены семьи судей толкнете, например, где-нибудь в подъезде, случайно. Все на вас могут возбудить уголовное дело. Примерно где-то так у них этот закон выписан. Это же ужасно. То есть, и посмотрите, как эта машина эффективно сработала. В течение двух часов следователь рассмотрел всестороннее дело, да? Опросил всех свидетелей со всех сторон. И принял решение задержать меня. Ну, вот если бы они везде все время так работали, мы бы сказали, молодец. Да, но только мы четко сегодня, после того, как это видео стало доступным из зала суда, я когда пришел, сказал, посмотрите, я же не скрываюсь, давайте посмотрим на видео. И там вы ничего этого не увидите. Максимум, что вы увидите, что когда я держал дверь, этот пацан, который должен быть в зоне АТО, а в красивой форме он охраняет вот этого вот Чванкина, он ударил, подбил мою руку, эта рука случайно задела проходящую мимо женщину, которая оказалась судьей. Случайно, там ничего вообще нет. И вот из-за этого, да, возникли такие проблемы. Ну, это настолько, как это сказать, ну, даже не знаю, как это сказать. Я понимаю, что это вот система, она пытается огрызаться, она будет огрызаться. Архитектор... Вы же сами сказали, что это загнанная в угол крыса, да, которая зажата, и она будет огрызаться. Да. Она будет кусаться. Вот такие, как Чванкин, это крыса, как Ивалов, это огромная крыса. Я сейчас вас слушаю, и вы знаете, вот чувствую, что у вас все-таки в ваших ответах сквозит, ну, если некое разочарование, не обида, нет, обиды нет, наверное, не может быть, но все-таки, хотя нет, обида, обида на то, что до конца не удалось, и вообще пока не удалось поломать то, что ломали несколько месяцев, о чем вы говорите. Это первое. Вообще, эта ситуация с вами, она показывает как минимум две стороны медали. На самом деле, их несколько оказалось, не две. Первое, что система работает эффективно, но не для нас с вами, а против нас с вами, да, и тех телезрителей, которые находятся по ту сторону экрана. Которые не в касте. Абсолютно верно, да. И второе, что мы, оказывается, пробить-то ничего не можем или можем. Не скажите. Вот смотрите, я опять повторяю. Главное, о чем мы добились, например, вчера. Мы показали, что Чванкин, он трус и крыса, который носит мантию судьи. Это позор. Для мужчины такое поведение. Раз. Что он боится активности граждан. Два. Если граждане будут продолжать вести себя активно, не бояться этой системы. Эта система рушится. Это колос на глиняных ногах. Они все, как это сказать, великие и могучие чувствовали себя там 20 лет, когда решали судьбы людские. И ждали, когда им принесут деньги за решение этих судеб людских. А тут сейчас люди не боятся их, заходят, смотрят им в лицо, трусят их за мантии гипотетически, а где-то не гипотетически. А завтра, завтра я обращаюсь к Чванкиным и ко всем этим вот, и же с ними, к Киваловым. Ребята, вы дождетесь, что вас не за мантии будут трясти, а будут вас просто отстреливать. Потому что люди вашей наглостью, вот, знаете, когда человек вот ворует, это как бы ладно, ну, это можно как-то понять. Но когда он начинает этим гордиться и показывать на показ свое вот пренебрежение к обществу, своим поведением, своим несоответствием уровня жизни и своим поведением свысока, то это плохо заканчивается. У нас пока в стране очень небольшое количество прецедентов, когда у кого-то срывали нервы и просто убивали судей. Но я думаю, что при таком поведении... Семья Павличенко, да, которые знаем, и их освободили. Семья Павличенко, кому-то там голову отрезали. Кстати, Павличенко, сколько знаю, сейчас в зоне АТО находится. Ну, это так вот, такая реплика. А завтра это может пойти как снежный ком. Смотрите, ну, у нас в стране до сих пор вот бьемся, бьемся, бьемся с экрана телевизора, на Майданах, да. Но сегодня, опять-таки, ситуация складывается. Чистая совесть у нас это признак плохой памяти. Мы в этих условиях живем, вы понимаете? Опять-таки, Бунина будут вспоминать, окаянные дни, что нам всем пора давно застрелиться или повеситься. Потому что вокруг подлость, рабство, издевательство. Да, но я тебе скажу, смотри, есть три позиции в этой ситуации. Вот то, что ты назвал. Одна позиция смириться с этим и не переживать. Ты уже смирился, как раб, доволен тем, что он нашел доброго хозяина, и он ему приносит миску похлебки, и он счастлив, что это похлебка еще с куском мяса. Вторая позиция – перейти на сторону хозяев, да, ну, то есть сказать, вот, занять место Чванкина. И третья позиция – противостоять ему. Вот мы этой, а когда ты этому противостоишь, ты должен понять, что тебя интересует и цель, но цель, она где-то вдалеке, но тебя интересует и для тебя важен процесс. Вот как для воина, настоящего воина, он не может знать, победит он или не победит в этой битве. Но он знает только одно, что он должен в этой битве сражаться. И вот в этом его долг – сражаться. Победа, если будет хорошо, если не будет, ну, такая его судьба. Вот сражения, а сегодня тех украинцев, великих наших, могучих украинцев, огромное количество, и оно растет в арифметической прогрессии. А вот такие вот, как Чванкины, как Киваловы, и как остальная вот эта вот сволочь в судейских мантиях, которые грабили этот народ десятилетия, которые живут в роскошных домах, ездят в роскошных квартирах, продолжают брать взятки и думают, что так оно и будет. Ребята, так оно не будет. И расплата будет очень серьезной. Вопрос просто – когда? Ну, это когда уже для воина, это вопрос его пути. Марк, ты знаешь, меня абсолютно не вызвали удивления комментарии, которые прозвучали из уст людей, скажем так, из нашего журналистка, в том числе Цеха, не буду называть их коллегами, да, тем не менее, твой арест вызвал такие комментарии. Слава Богу, наконец-то. Кстати, ряд сторонников Евромайдана или участников Евромайдана в Одессе тоже сказали, ну, все, добегался, ну, и правильно сделали, пора бы ему в зону АТО, а он боится, он занимается непонятно чем. Вот вообще такие комментарии, почему сегодня звучат, ну, с теми журналистами понятно, они этих взглядов не скрывали и об этом говорили всегда. А вот те, кто рядом был недавно, ты, кстати, об этом в Фейсбуке, по-моему, писал, да, что предательство до определенного момента сторонников, оно волновало, сейчас уже нет. И не предательство. Я бы так, понимаешь, люди-то все разные. Я бы наших, моих, скажем, друзей, товарищей, с которыми мы много простояли, что-то сделали, я бы не назвал предательство. Я просто говорю, что наши пути где-то начали расходиться, но векторы все равно остались. И я могу сказать, что сейчас сегодня под городской ОВД пришло очень много людей, с которыми мы как-то в последнее время не пересекались, но они все равно пришли. Я хочу сказать, что на каком-то этапе тебе перестает тревожить и волновать, что тебе говорят друзья. А что тебе говорят враги, вообще тебя не интересует. Потому что ты знаешь, что ты делаешь то, что ты должен делать. И ты за это как-то расплачиваешься. То, что там говорят про АТО, я думаю, что, ну там, это отдельный разговор. Ну вот у меня тут свое АТО. Одно покушение, которое из блушники сорвали, второе, которое сорвали мои друзья под моим домом. Ну и то, что я вынужден постоянно ходить и угрозы, это тоже такая история, которая мало кому понравится, скажем так. Мне очень приятно в этом жить. Но это жизнь, которую я выбрал, и мы будем это делать. Просто здесь сегодня в какой-то степени, вот как сказать, на войне все просто. На войне ты понимаешь, вот это наше, а вот это не наше. А вот на войне, которую мы ведем здесь, а для чего мы ее ведем? Я когда наших ребят отправлял НАТО, наших одесситов, которых мы одеваем, комплектуем, заботимся насколько можем, я сказал такие слова, что моя главная, вот наша задача, которая остается здесь, мы должны сделать так, чтобы вы, вернувшись с АТО, стали новой элитой страны. Вот вы, пацаны 18-летние, 20-летние с автоматами, которые идете там, защищаете родину. Но наша задача, чтобы вы вернулись и стали элитой страны. Из вас должна формироваться элита. Не из Чванкиных, не из этой вот, все время забываю этой несчастной судьи фамилию, которая написала на меня ложный донос. Мы сейчас на нее будем писать отдельную историю. Мы сделаем показательную войну против этих Чванкиных, Киваловых и на букву Ф, я не помню фамилию. Так вот, задача, чтобы вернувшиеся с войны наши герои стали элитой страны. А для этого нужно формировать здесь площадки для этой элиты, организационные структуры. Здесь нужен определенный формат мышления и раскачки вот этого болота, которое здесь, чтобы они могли вернуться и поняли, что вот они могут занять определенное место в структуре, которая для них подготовлена, чтобы вместе с нами вот этого дракона уничтожить окончательно. И вот это для них самое страшное. Вот это самое страшное, потому что они понимают, что вернувшиеся люди с АТО, если они будут знать, куда они вернулись и что нужно делать, это не те люди, которые ушли на АТО, это уже совсем другие люди. И там господину Чванкину ни в каком кабинете не спрятаться и ни за какими милиционерами тоже не спрятаться. Он же не только в кабинете сидит, он по улице ходит или еще что-то. Это какие-то безумные поступки трусливого, не трусливого, а как-то оборзевшего, обнаглевшего человека, у которого в жизни было все, и он схватил Бога за бороду. И тут вдруг оказалось, что это голый король, что он просто ну такое вот по-мужски трусливое ничтожество, который готов спрятаться за спинами сотен милиционеров, потому что он боится за свою жизнь. Но я таких знаю, там правда прячутся за спинами детей и женщин, это на Донбассе, Гиркины и же с ними. Подожди, а постоянно Кивалов прячется. Знаете, что он все время говорит всем, кто-то тут, говорят, ой, Кивалов, что ты будешь делать? Говорит, а у меня 19 тысяч студентов. Вот они как выйдут за меня, понимаешь? То есть вот он прикрывается вот этими детьми тоже, постоянно. У него там 19 или 16 тысяч студентов, вот они, его, он как Путин, понимаешь? Он понимает, что за свои слова нужно отвечать и за свои поступки нужно отвечать. Марк, смотри, ну как-то так совпало, что несколько параллельных событий происходило в эти дни, за эти сутки, даже скажем так точнее. Это и приезд главного люстратора страны Егора Соболева, который был в нашем городе. Насколько вот его помощь вообще была ли она? Она оказала действие на какое-то отношение к твоему освобождению? Ну понятно, самое главное, что ничего, то, что тебе инкриминировали, ты не сделал. Это нападение, там удар судей и все остальное. Это абсолютное, стопроцентное неправо. Есть видеозапись, да, которая подтвердила. Я пытаюсь сказать, ну... Но я скажу другое. Сегодня, сегодня, 22 июля, распускают, фактически уже распустили фракцию изменников и предателей Родины, я по-другому их не назову, это фракция коммунистов Верховной Раде Украины, уже все для этого подготовлено, осталась подпись президента. Так вот именно коммунисты, именно осколки недобитой партии регионов, сегодня больше всех упираются процессы иллюстрации, прежде всего, тех же судей и других вот таких фигур, которые сегодня стали политическими. По иллюстрации я бы как сказал, есть... Ну, иллюстрация достаточно сложное понятие, потому что, если его делать, ну, как-то нецелостно, то его, понятно, что все равно нужно делать к особо знаковым фигурам. Вот не всю систему, а мы понимаем, вот это негодяй. Вот особо знаковые фигуры, Чванкин, Кивалов там, и еще там, например, 100 человек по всей стране, предположим. Вот их нужно просто взять, отдельный закон принять и умножить их на ноль. А иллюстрировать как бы всех и вся, ну, это такая безумная идея, потому что нужно просто не иллюстрировать, а глобально перестроить все общество и перестроить правила игры. То есть изменить правила игры, произвести смену вот элит, и я уверен, что Порошенко придется это делать, потому что у Порошенко нет другого пути. Первый путь — это попытка договориться с этими элитами, как он договорился с Киваловым, как он договорился с Ахметовым, как он договорился там с этими Левочкиными, со всеми остальными негодяями, которые сегодня довели страну вот до этого состояния, и дальше думают, что они будут керовать, оцелевать. Не будут. Просто еще время должно чуть-чуть пройти. Или же Порошенко должен сделать ставку на новую элиту. А новая элита — это та элита, которая родилась на Майдане. Это 18-летние, 20-летние, 25-летние люди. Которые сегодня в зоне АТО защищают ее. Которые сегодня готовы положить свою жизнь за эту страну. Чванкин за эту страну ничего не положит. Он доллар за эту страну не положит. Получив от нее все, даже больше того. Получив от нее все. Я пост недавно писал. Я как-то стою там, и ко мне подходит человек и говорит, вот мы заговорили за зону АТО, он говорит, ой, там гибнут наши ребята, ни за что. Я говорю, как ни за что? Они за родину гибнут. Говорит, твоя родина, что им эта родина дала? Говорит, она старик, видишь, ты не понимаешь, я тебе объясню. Родина — это как мать. Мать ты любишь не за то, что она тебе дала. За то, что она мать. За то, что она мать. Но ты еще не понимаешь, что такое мать. Ты свою мать в стране не узнал. А государство должно дать что-то. И государство любить нет смысла, это глупо. Вот родину нужно любить. Вот они сегодня воюют за родину, которую они узнали. И она им ничего еще не дала. Но они не хотят от нее ничего. Они хотят ей отдать свое самое святое, что у них есть жизнь. А вот та сволочь, которая, там я показываю на одном заведении, которому тоже дали все, ну как Чванкин, да, как Кивалов, которому все дали. Они вот именно вот такими категориями и судят. Но им дали все. Но они за родину жизнь не отдаст. Они родину не узнали. Они просто обозвали территорию государством, создали законы, по которым они это государство могут грабить. Сделали так, что лохи в виде не народа, а электората должны их все время избирать, благодарить. И как это сказать? И они их будут пасти. А сегодня нет. Лохи превращаются в народ. Народ начинает чувствовать достоинство. Народ готов положить жизнь за родину и за справедливость. Поэтому время Чванкиных, Киваловых, Федулеевых, о, вспомнил, как ее зовут, заканчивается. Заканчивается. Ну, просто они еще какое-то время в этой судороге потрепыхаются. Марк, что впереди? Направление деятельности, политическая карьера. Ведь то, что с вами произошло, на самом деле, люди некоторые за это деньги платят. Да, я с этими ментами шутил. Говорю, вы делаете мне огромную рекламу. Мне очень интересно было пробыть в этом заведении. Я видел его только по фильмам. А тут я, можно сказать, получил такую полную, маленькое представление о другом формате жизни. Ну, о другом мире. О другом мире, да. Я сегодня другое хочу сказать. Вот мы сейчас вынуждены общаться с разными слоями общества. Вот я, положа руку на сердце, скажу, что любой преступник, которого засудили эти суды, которых засудили-то за дело, бывает, ну, много. Но они сегодня, как, знаешь почему? Вот что такое родина от государства отличается? Одно из отличий. Родина, помимо всего прочего, она не есть дух. А в государстве есть законы. Вот если государство это законы, то родина это справедливость. Вот те люди сложной судьбы, или мы их называем преступники и все остальное, вот у них вот это вот понятие, оно живет, потому что они живут по своим определенным понятиям. Вот они все за Украину. Я с кем не общаюсь, 99% за Украину. И они за Украину готовы идти тоже воевать. А вот судьи, такие как Чванкин, как Федулеевы, как Кивалов, они не готовы не то что воевать. Они лишние копейки не готовы отдать. Они готовы только украсть у этой страны. Мы видим, как их воспитанники продолжают на разных должностях постоянно. Мы еще доберемся до этих министров, которые воруют у людей в момент того, что люди сдают деньги на войну, они их... Ну, ужасно. Поэтому, вот это вот, может быть, какая-то такая психофилософская беседа получилась. Но сегодня война, она делит людей на черное и белое. На серое оно есть тоже, но оно такое, уменьшается круг. Вот у нас... Ну, у нас же проблема, что есть война внешняя, есть война внутренняя. Вот внутренняя всегда сложнее. Она всегда сложнее, она всегда опаснее. И, кстати, мы об этом тоже говорили. Как бы предчувствовали эти события в том числе буквально пару недель назад. И, к сожалению, оправдывается. А вот что людям сегодня... Что сказать, да? Вот иногда... Не говоришь, что руки опускаются. Иногда лишний раз остановишься, задумаешься. Что делать дальше? Что говорить? Я хочу сказать, знаете, вот я... Но война-то закончится, все равно будет мир. Внутренний враг, он не уйдет пока еще. Вот я что хочу сказать, что мы, люди, должны объединяться в различные сообщества по своим интересам. Имеется в виду разным интересам. Но интересам, которые направлены на изменение чего-либо. И эти различные сообщества должны между собой тоже координироваться и объединяться. Поэтому когда нас... Мы разные, но нас много, но у нас есть несколько ключевых точек, на которых мы точно сходимся. Тогда мы становимся огромной силой. И эта огромная сила может сломать все, что угодно. Вот поэтому... А построить? А... Ну, я же говорю, по интересам. То есть те, которые объединились по интересам, профессиональным там, еще каким... Они-то готовы строить новое, но им это старое не дает. Надо фундамент сначала расчистить. Потому что есть много правильных людей, которые понимают, как организовать медицину, да, как организовать коммунальное хозяйство, еще что-то. Но для того, чтобы что-либо организовать, на этом фундаменте ничего не организуешь. Нужно понимать, что нужно... Или параллельно что-либо строить, а параллельно строить, ломать ту систему, которая существует. Ну... Все будет хорошо. Давай закончим вот. Да, все будет хорошо. Все будет хорошо. Спасибо огромное. Марк Гордиенко, был гостем нашей программы. Через несколько минут в этой студии Евгений Резвушкин, лидер Одесского автомайдана. Будем говорить... Продолжать тему, говорить в том числе о сепаратистских настроениях на юге нашего региона. Там не все так просто. А жизнь продолжается. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин